Юрюки-тюрки народ, юрюки, юруки, юруки, туркам, юруклер, тур, яруклер, юрюклер, также уруклер, юрюклер буквально. Идущие, находящиеся в постоянном движении, ируки, туркмены или анатолийские туркмены, ведущие кочевой образ жизни, связанный с отгонным скотоводством, преимущественно овцеводством, в современной Турции. По одной из версий, слово юрюк происходит от турецкого глагола юрумик, юриумик, идти, продвигаться. В более узком историческом контексте под юрюками понимают группы кочевых тюркских племен Агусской группы, выделившихся из только формирующегося туркменского этноса и двинувшихся за запад, в Персию, а затем в Византию, где нашествие турок-сельджуков, а затем и турок-османов привели к исчезновению греческой. Византийской государственности Кочевые юрюки, ислам в Персии, были основой могущества конейских, а затем и османских султанов. Ведя кочевой образ жизни, юрюки нередко становились дервишами, проповедниками ислама, часто совмещая эту функцию с ролью гази, воинов священной войны, газовато, против неверных. Попав на Балканы в середине XIV века вместе с османскими военными формированиями, тюркоязычные юрюки массами селились вдоль основных транспортных путей – Фракия, Дабруджа, Македония. Многие продолжали сохранять кочевой или полукочевой образ жизни, особенно юрюки пинда, кочевавшие в районе современного Казани, Греция. В Македонии юрюки расселились вдоль хребта Плачковица, особенно, в селах Каджалия, Парналия и Аликоч. Проживают также в селах близ Дайрана, Штипа и Струмицы. Мустаф Акималия Татюрк был сыном юрюка из села Качаджик в Западной Македонии и Солоникской Албанке. Из-за того, что образ жизни юрюков был во многом схож с образом жизни таких романских народов, как Арамоны и Меглино-Румыны, эти группы начали сближаться. Часть Меглино-Румынов приняла ислам, из-за чего впоследствии была депортирована, 1923, в Турции вместе с юрюками, греко-турецкий обмен населением. В современной Турции, частях, горы Тавр, внутренняя Анатолия, Армянской Нагорье, сохраняются группы юрюков, ведущие традиционный полукочевой образ жизни.